всем привет с вами Жека и сегодня мы будем сажать вот эти вот розы это любимые розы моей мамы они у нас росли во дворе но поскольку мамы уже нет пару лет на этом свете я здесь тоже не был народ я взял вот такое ведро гвоздем я проделал дырки естественно ведро дырявая нора шевелить они начнут такие вот кусты розы то что я не успел выкопать такие красавицы 3 в том ролике я говорил что и две их три оказывается наши кусты с розами ассистента у меня нет поэтому я снимаю все один на селфи-палке или как ее назвать штатив штатив вспомнил по кругу делаем как бы вороночку такую вот видите да корни корни в порядке у нас немножко конечно отрубил я корней но это не соль страшно идем ко мне в сад чтобы набрать камушки для розы тут малина я недавно пересадил сейчас второй месяц лета думаю что она приживется потому что здесь росли цветы вот я набрал как вы видите камушков думаю нормально немного и немало то что надо вот у меня жабы видите да под шифером были у них норы вот они вот жаба и комара и ползат ползат надеюсь вам интересно было смотреть это видео не скажете в комментариях то что я какой-то мучитель и погубил хорошо там где нас нету верно давайте пока всем привет с вами жека и сегодня мы будем сажать вот эти вот розы это любимые розы моей мамы они у нас росли во дворе но поскольку мама уже нет пару лет на этом свете я здесь тоже не был но ты решил выбраться это предыдущем ролике я снимал показывал эти же розы показывал другие розы и здесь два вида или три по моему красные белые я точно знаю еще какие-то растут то есть они уже как сорняк уже пошли на огород дорожку у ворот то есть растут где попало разрослись с одной стороны это конечно очень здорово то что розы это всегда красиво красивые бутоны можно срезать девушки подарить маме но меня к сожалению мамы нет поэтому эти розы наверное больше как память не останется я эти розы решил пересадить вот уже я пересадил как вы видите в горшок вчера я это сделал вроде бы они не болеют но немножко совсем не умерли скажем так ну наверное будет известно через недельку что с ними будет если они засохнут значит я корни повредил или что-то я старался аккуратно все это дело выкапывать также по технологии всем известно я закопал это я вам тоже покажу чтобы вы если захотите тоже посадить у себя в горшке дома розы знали как это сделать вот опять же я всю жизнь увлекаюсь цветами несмотря на то что я мужчина многие скажут мужик и как так любит цветы я в этом ничего плохого не вижу у каждого свои визиты скажем так свои болезни до помешательства у меня например вот цветы в сирене очень люблю кусты сирени но вот мама моя очень роза любила я решил что-то живая память моей маме вот поэтому я решил их не выкорчевывать не выбрасывайте к сорняк скажем так а пересадить то есть пересадить горшки она это красивый горшок это я комнату поставлю зал вот эти вот в таком вот красивым горшочки еще нашел бедро то есть я ведро пересажу другие кусты и может быть бочонок железный то что у меня было потом со временем я докуплю что-то новое какую-то тару красивую чтобы пересадить пока что посадим так как получится то есть у меня особого выбора нет и финансов особенно лишних нету много чтобы сейчас бежать магазин покупать какую-то красивый горшок поэтому я решил пересадить то что было под рукой было под рукой ржавое ведро и плюс еще бочонок железный тоже он не используется почти лежит ржавеет за двором ну что народ приступим к посадке вот этих вот красивых роз таких вот красавиц вернее здесь три красавицы три розы я посадил такие горшок они не болеют с ними все в порядке народ я взял вот такое ведро вот возьмем я проделал дырки естественно ведро дырявая не нужно вот здесь видите вода пропускает воду так бы я наверное его бы не расходовал на это дело проделал дырочки молоточком и гвоздиками это чтобы вода стекала когда зато и чтобы воды не было все ржавое внутри мы принципе цветку я думаю это не столь важно какое главное чтобы она держала землю вниз я камушки насыплю дренаж сверху земли растворчиком немного удобно это все дело навоза у меня нет хотя я берем не нахожусь у меня никакую живность пока что не завел не обзавелся ничем может быть позже я и что-то заведу курей кроликов пока что все с магазина купленная вся хотел сказать приправка удобрения вот такие вот кусты розы то что я не успел выкопать я такие вот колючие даже перчатках они колят руки все шипами давайте посчитаем сколько кустиков осталось раз два три пять кустиков 4 5 5 кустиков думаю мы в битар их рассадим будет все красиво шоколадно кстати тоже розы это все розы мамины их тоже я буду по возможности способ летают я тоже буду их по возможности что-то с ними делать но наверное большие кусты они будут трогать не буду ничего с ними делать выкапывать их не буду маленькие я наверное выкопаю и пересажу в тару или так куда-нибудь во дворе пока что теме займемся это все розы вот это вот белые такие красавицы 3 в том ролике я говорил что их две и три оказывается вот эти уже отсвели скажем так их уже нет обрезать надо это я тоже все делать не умею буду учиться может кто подскажет пишите в комментариях как это правильно делать хотя сейчас любую информацию нужно на ю тубе посмотреть у меня шмели обосновались весьма шмели вон их не нора шевелить они начнут вылазить вопрос не знаю шмели кусаются или не забыл интернете посмотреть если меня покусают конечно будут обидно на свой страх и они как пчелы кокосы у них ульи а у них оказывается норы вот их сколько видите да много я потревожил их не видимо если нору немножко над копал ее видите да их сколько шмелей я помню маленький всегда когда их ловил на ниточку привязывал меня летал как этот воздушный шарик там воздушный змеи я сюда думал что они все так же они оказываются морых целый рой вон у них там нора она не буду я судьбу испытывать пойду-ка я подальше кстати на штатив стоит уже пару дней так сижу не наблюдаю как они летают и не могу подойти туда я даже думал малину посадить что-то мне не особо теперь хочется я посмотрел обзор на ютубе блогер один рассказывает что шмеля оказывается сильнее чем пчелы жалят жал они не оставляют но вроде бы меня пупу-пупу никто пока не укусил также этот блогер сказал что они могут напасть только в двух случаях если вы не схватить там шмеля да или же в гнездо залезть то есть я можно сказать то гнездо потревожил даже был очень близко с их не гнездом с роем меня тут вроде бы не укусили при том как он объяснил то что у женского рода есть жалов мужского нет значит наверное меня мужики облепили жалу них нет меня кусать данного сами видели сколько любого как я от них бегу вот но я видел там крупная наверно самочка матка наверно летает и все-таки наверное я еще разок попробую подойти на свой страх и риск опять же работа блогера требует жертв иногда надеюсь не помру если меня даже сыпанет видите да у них там гнездо вот наши кусты с розами ассистента у меня нет поэтому я снимаю все один на селфи палки или как ее назвать штатив штатив вспомнил я же фотограф еще не старая страничка вконтакте и там мои работы есть под видео могу ссылочку вам оставить наверное даже я ее оставлю добавляйте друзья также на других всевозможных сайтах моей работы лежат сайты для фотографов ну что ладно хватит нам трепаться давайте приступим отступаем немножко от стебля чтобы не повредить корневую систему и стебель тоже берем земля здесь чернозем это не москва где глина 1 здесь земля очень хорошая богатая по кругу делаем как бы вороночку такую надрезаем землю микрофона не перерезать я бы мог принципе так записывать без микрофона но я думаю качество звука тоже приятно когда все слышно так мы по кругу скатываем как бы подделаем почву чтобы не тронуть корни аккуратненько не торопимся никуда они никуда не убегут они эти розы плотно корнями там сидят и вот так потихоньку укорчевываем один не одна верни роза уже вышла сакут аккуратно чтобы корни по минимуму повредить корни в порядке немножко конечно отрубил я корней но это не столь страшно с той розы и то же самое все делал все те же все эти же манипуляции ничего смертельного не произошло откладываем сторону берем следующие кусты поддеваем глубоко она сидит кстати домашний цветок моего домашним моего домашним сделаем декоративным сам весь процесс я вам показывать не буду покажу только часть чтобы не ждали пока я так ну что шмелей мы покоя оставили идем ко мне в сад чтобы набрать камушки для розы тот малина я недавно пересадил сейчас второй месяц лета думаю что она приживется потому что здесь росли цветы никому не нужны я ничего против цветов не имею сами видите розу пересаживаю но здесь где такие пушки к сорняк был были поэтому я решил засадить все малиной это чудо ягодой и называю чудо ягоды потому что с нее нужно делать все и варенье и компоты и замораживать и и поэтому это моя любимая ягода на это сад я вам уже показывал рассказывал вот черешня у меня растет здесь у меня вишня все это я в предыдущем ролике вам рассказывал я приехал в родительский дом он так и называется родительский дом вот ведерко мое уже я поставил вот забор здесь фундамент уже весь разрушается камушки от него это не щебенка тут дорога не то чтобы она много машин ездят проезжая дорога поэтому как бы эти щебенка забор вот мы эту щебенку будем выбирать для пересадки наши розы вот я переместился место где мы будем сажать наши розы вот я набрал как увидите камушков думаю нормально немного и немало то что надо вот земля я уже готовы посадки эту землю использовал печь мне виноградник такой вот у меня виноград сейчас я вам покажу уже скоро посеет такой вот виноград показать тоже другой сорт это мама моя сажала поэтому не очень пока шарю буду учиться если также вы разбираетесь в этом хорошо пишите мне в комментариях я очень буду признателен вашим советом мне это думаю в жизни пригодится вот такой вот красавец виноград я вот тоже показывал в предыдущем ролике такой вот думаю он под венцом под компотики кстати на руку моему удивлению я теперь наверное снимаю передачу мире животных вот у меня жабы видите да под шифером были у них норы вот они вот такая вот жаба вот комара вот ползат ползат такая вот жабка и даже две будут ну что народ приступим к посадке наших роз вот едро там камушки все сейчас мы земельки здесь я уже землю брал сажал те розы такой здесь чернозем воронеже земля богатая все у ней растет что не воткнешь все вырастает так берем земельку сюда засыпал мирок и сорняк трубника это горох и провода мои которые смешаются берем так вот ее провода конечно все портит что ради вас не сделаешь так вот четким выкинуть внешний мусор из ведра чесночком запахло тут чеснок тоже посажали все растет как я говорю не то что в москве я сам просто москве жил до этого одна глина даже у кого дачи дни все выращивают здесь видите какая земля черная черная чернозем там что-то сосед надрывается кричит на кого-то крышу делает себе на рабочих так вот так вот мы насыпали лопату мы сюда вот к нему так вот насыпали даже немножко уберем земли так вот мусор весь тоже берем наши розы где они вот они уже начинают листья уже вянуть потому что без влаги видите да я сразу воткну а эти процессе съемки они много земли в процессе съемки они подвяли то что все долго не быстро я прям как этот как родно так надеюсь они оклемаются если их водичкой полить надеюсь конечно не знаю у тебя точно выжил а эти не знаю так вот высыпаем аккуратненько все делаем не до этого московской жизни жил и приезжал к бабушке на лето сюда бабушки тоже уже давно нет теперь хозяин барин здесь лучше бы не знаю кто-то мне помогал потому что одному очень тяжело все в порядок приводить так берем блин жалко конечно видите они уже подвяли я думаю если водой водичкой полить то напьются и придут в норму потом их можно пересадить главное сейчас быстрее это сделать весь процесс съемку они не дотерпели не выдержали нежные же роза нежные пути шипами конечно осенью пересаживают но я скоро уезжаю работать на лахту поэтому москву скорее всего поэтому мне некогда будет этим заниматься перегустим то наверно через пару месяцев здесь соседи все соседи основная за домом они присмотрят а сажать ничего не будут так вот сажаем уже посадили осталось только полить сейчас я отключусь схожу за водой так как эту воду я всю пролил если ее мало было хотя бы литр воды сейчас я схожу за водой и снова буду с вами ну вот народ я и сходил за водой наверное мой канал надо было назвать жизнь деревне такой канал уже есть поэтому будем просто называться жека поливаем весь вода с колоночки проточная не знаю какая она родниковая но накипи очень с ней много наверное не родниковая а может я что то не понимаю тоже пишите в комментариях почему много накипи в воде хотя у нас колонки идет со скважины поливаем в доме воды кстати в доме вода есть но зимой труба перемерзлой лотма то есть надо трубы менять поэтому я хожу к колонке хотя в принципе после москвы после теплой ванны после крана гуси орут или утки кто это надеюсь вы меня слышите действительно деревенское видео так на чем я остановился то что после этих всех удобств даже приятно сходить колонки то что это насколько не тяжело а наоборот зарядки а так с кровати спрыгиваешь сразу ванна туалет а здесь здесь конечно все иначе ну вот мы их полили да они такие уже полуметлые наши розы поставили их наверное на веранду тенек вам спасибо за просмотр опять же пишите комментарии наверняка многие напишут то что я зря их летом пересаживаю там жару да опять же повторюсь я уезжаю поэтому меня такой возможности не скоро будет вот это вам народ для сравнения розы которые я сажал вчера которые за ночь себя успели прийти я отпились водичкой видите да чтоб не говорил никто что я желадер мучитель то что я погубил растение вот видите какие листья а вот это розы которую я сегодня я думаю за ночь надеюсь я буду молитв чтобы за ночь она отошла потому что это память о маме и очень хотелось бы наслаждаться эти стояли в комнате розы аромат от них даже еще бутонов нету к листвы пахнет очень пахнут их подрезал сверху и они стали благоухать на всю на весь дом это уже не квартира а дом так а вот видите эти неживые мертвые думаю они отопьются водицы за ночь мы будем молиться чтобы они когда они начнут свистеть и обязательно сниму видео и выложу для вас единственное что нужно с поилкой решить что-то мне вот смотрю всякие обзоры потом вам покажу если у меня получится чтобы если я уезжаю на ней снова на работу до чтобы у меня растение подпитывались водой как поливать их никому надеюсь вам интересно было смотреть это видео не скажете в комментариях то что я какой-то мучитель и погубил растение не погубил просто она испытывает стресс ему за ночь нужно отойти к решкам попить воды ставьте лайки комментарии подписывайтесь на мой канал на ютубе также есть контакте ссылочка под видео будет внизу да и много где есть хорошо там где нас нету верно давайте пока пока